Всем привет! Вы на канале Совета Стоматолога и сегодня мы с вами разберем пасту Асепта Биокомплекса Здоровые Десна. Это профилактическая зубная паста, нелечебная, оказывает противовоспалительные и восстанавливающие действия. И сзади, как всегда, идет описание и основные ингредиенты. Тут есть гидроксиапатит, он реминерализует эмаль зубов, предотвращает развитие кариеса и снижает повышенную чувствительность зубов. Попаин обеспечивает ферментативное расщепление зубного налета, оказывая отбеливающие действия. Но это не больше, чем такая реклама, на это не ведитесь. Дальше. Для укрепления десен, алантаин стимулирует регенерацию клеток, способствует быстрому восстановлению микроповреждений десен. Дальше. Экстракт шалфея обладает антисептическими свойствами, предупреждает появление вспаления и кровоточивости. Дальше. Экстракт зеленого чая содержит витамины, хорошо тонизирует ослабленные десна. Экстракт женьшеня стимулирует защитные механизмы и ускоряет регенерацию тканей. А экстракт аира уменьшает повышенную чувствительность десен. Вот, в принципе, самое интересное, что здесь есть, поэтому я предлагаю перейти к составу. На первом месте идет вода, после которой сербитол. Тут же есть диоксид кремния и еще один диоксид кремния. Здравствуйте. Экстракт женьшеня мы про него читали. Как амидопропилбетаин – это мягкий ИПАВ с низким фактором опасности, так же как и лаурилсаркозинат натрия. С гидроксиапатитом мы тоже уже познакомились. Ксилитол или ксилит – это противокариозный компонент, за него всегда большой плюс. Цитрат калия используется для снижения повышенной чувствительности зубов. Про следующие два компонента мы с вами читали. И тут затесался диоксид титана. Это краситель белого цвета. Если честно, меня немного смущает, что он находится в середине состава, а не в конце. Тетракалия, пирофосфат и динатрия. Пирофосфат, вот он тут чуть пониже. Это два компонента, которые используются как стабилизатор кислотности, улучшители консистенции. Также они препятствуют образованию зубного камня и помогают в очистке зубов. Пирофосфат и тетракалия имеют средний фактор опасности. Дальше. Натрия, карбоксиметил, целлюлозы – это стабилизаторы и сгуститель с низким фактором опасности. Папаин – фермент, мы с вами про него уже читали. Натрия, метилпарабен и пропилпарабен – это два консерванта со средним фактором опасности. Тут же идет сахаринат натрия – это подсластитель. Про алантаин мы с вами тоже читали. Ксантановая камень – это еще один стабилизатор и загуститель. И последний компонент – экстракт зеленого чая. Тут же нам дают способ применения, что нанести небольшое количество зубной пасты на щетку, чести зубы 2-3 минуты, прополоскать рот водой. И не забывайте, пожалуйста, что 2-3 минуты для хорошей тщательной гигиены очень мало. И десна всегда воспаляются и кровоточат по какой-либо причине. И чаще всего, не знаю, процентов 99 – это скопление налета и камней. Поэтому, если вы давно не были на профгигиене у стоматолога, то следует начать именно с этой процедуры, а уж потом пользоваться вот такими средствами. И самое главное – научиться правильно тщательно чистить зубы и щеткой и нить ее ершиками. И тогда у вас ни с чем не будет проблем, и такие пасты особо нужны и не будут. Ну, а теперь по традиции давайте откроем пасту и посмотрим на нее. Стандартный тюбик для асепты. Здесь 75 мл. Есть защитная мембрана. За это всегда большой плюс. Паста густая и выглядит вот так. Моя оценка примерно 5-6 из 10. За гидроксиапатит и ксилит всегда плюс. И эту пасту можно использовать в том числе и пациентам с флюорозом. Еще плюс за травки в составе. А вот индекс абразивности тут не пишут, хотя он составляет 60, как мне сказали, на горячей линии. В общем, кто пользовался пастой, напишите мне о впечатлениях в комментариях. А пока что на этом все. Увидимся в следующем обзоре. Продолжение следует...